Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Хочу поделиться с вами, как обвязать подошву стельки для тапочек. Нам понадобится такая стелька. Крючок номер два. Смотрите, чтобы крючок хорошо помещался в отверстие. Капроновая нить или носочная пряжа я буду вязать в два сложения. Чтобы было более крепко. Начинаем вязать середины стопы. Вводим крючок в отверстие, захватываем нить, делаем такую маленькую петельку. И вяжем мы столбик без накида в каждое отверстие. Вяжем аккуратно, стараемся сделать каждую петельку ровной, аккуратной. Старайтесь сильно не затягивать. Более свободное здесь вязание. Если отверстия частые, то мы вяжем в каждую дырочку, каждое отверстие по одному столбику. Если отверстия находятся далеко друг от друга, то мы вяжем по два столбика без накида в каждое отверстие. Продолжение следует... 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 вот мы сделали в одно отверстие два столбика без накида затем мы вяжем как и раньше вязали по одному столбику без накида и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Затем снова в одно отверстие мы свяжем 2 столбика без накида. То есть мы сделаем 2 петли в одно отверстие, чтобы у нас был красивый поворот. Чтобы нигде не тянуло, не затягивало. Дальше вяжем, как обычно, каждое отверстие по одному столбику без накида. Таким образом мы будем вязать во всех поворотах именно по 2 столбика в одно отверстие. И вот снова, дойдя до резкого поворота в узке, мы сделаем так же, как и на пяточке делали. 2 петли в одно отверстие, чтобы ровно и красиво вязание повернулось. В принципе, здесь ничего считать не нужно. Симметрично петли мы вяжем. Здесь строгих правил нету, я думаю. Вяжем, как нам виднее. Вот в это же отверстие мы свяжем еще одну петельку. Столбик без накида. Дальше вяжем опять по одному столбику без накида. По одной петельке в каждую дырочку. Затем примерно на глаз смотрим, где симметрично должна располагаться следующая петелька двойная. И мы ее будем вязать в два столбика без накида. Дальше вяжем, как обычно. Итак, я обвязала почти всю подошву. Осталось последнее отверстие. Сейчас мы провяжем один столбик без накида. И затем мы сделаем соединительный столбик. То есть, в самую первую петельку, которую мы начинали вязать, мы провяжем полустолбик. То есть, соединительную петельку сделаем. И вязание будет выглядеть аккуратным, без выделения каких-то петель. То есть, когда вы смотрите на вязку, вы не увидите, где и начинали вязать. Петли ложатся аккуратно, ровно, красиво. Затем нить мы обрежем. Из этой петельки аккуратненько вытащим эту ниточку. Осторожно затянем, чтобы нигде ничего не порвалось у нас. И теперь нам нужно будет спрятать эти нитки. Хостики. Хостики прячу я так. В каждую полупетельку прячу ниточку. Стараемся делать так, чтобы не было это заметно. Нюх ANDed. Ах, хош. Нюх, хош. Ах, хош. Нюх. У него нет. Ах, хош. Тюк. 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 Ниточки прячем с обеих сторон. Та ниточка, которая была с наружной стороны, аккуратненько переведем во внутреннюю сторону тапочка и нитки спрячем во внутреннюю сторону. Смотрите продолжение в следующей части. Лишнее мы обрежем. Наша стилечка готова. Можно начать вязать тапки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...